Пробег, если верить спидометру, 4300. Воздуха, ну, такие. А, бельс-старик какой, 49-й. Хотел держать и тригу до конца, но, короче, не удержал. Все-таки расскажу. Сальцо. Домашнее. Мотоциклы на месте. Погрузили, дружненько. 49-й, чтобы выключаться, мол. Вот, 49-й, так, нема? Мои. Фондов. Или бургер перепустите. Короче, ребята. Идет и дебют за дебютом. Не успела выгрузить К-55, как я уже еду забирать другой мотоцикл. В свою коллекцию. Даже прицеп не отшиплял. Два дня стоял прицеп. Вот так вот. Короче, по пути еще хочу заехать, посмотреть какой-то 6-ти вольтовый Урал. Говорят, есть. По пути. И если повезет, когда заберу мотоцикл дебютный, еще хочу поехать посмотреть 49-й, если получится. Короче, планов много. Я обещал, что будет интересно. Поэтому подписывайтесь на канал и ни в коем случае не переключайтесь. Смотрите до конца. Чтобы ничего не пропустить. Так, сейчас вот подъезжаю. Посмотрю, что тут за Урал. Как говорят, какой-то... Какой-то 6-ти вольтовый Урал. Подъезжаю. Сейчас посмотрим. Может, там М-72 вообще. Воздухан вот такой просто. А, более старейший, да, модель? Да, еще старейший. Это как раз ревне, что было. Да, нет, ну, той двигатель вот такой. Воздухан просто вот такой. Та я понял, это просто больший. 75-08. Короче, вы кажется, это вин стоит уже года 3, да? Да. Коляска, конечно. Огнетушитель. Ну, а я... Милиция. Сырил, аптечка есть? Аптечка на рыбалке уже пищала. Да, что-то Урал совсем не впечатляет. Хоть у него 12-вольтовый, но там печальнее и печальнее. И мотор нельзя посмотреть. Провернуть в каком-то состоянии. И коробка. Коляска гнилая. Единственное, если верить хозяину, он сказал, что там в цилиндре проточили под второй ремонт. И он как поставил ее, говорит, так, я не ездил. Так что так вот. Ну, подумаю, подумаю. За ним, конечно, ехать далеко. Стоит ли быть? Хотя мне нужны хорошие цилиндры на Урал. Ну, посмотрю, надо будет выбрать день. Приехать, можно снять их, посмотреть. Погодка уже действительно такая весенняя, солнце. Сейчас заеду за домиком. Заодно возьму аэрохонто. Или бургер перепустить. На ВОГ. Да, ну, не на ВОГ, не заезжал, кстати. Так, ну, я на финишной прямой уже. 10 километров показывает по навигатору. Даже вот речка, даже еще и не растаял лед. Хотел держать и тригу до конца, но, короче, не удержался. Все-таки расскажу. Короче, я сегодня забираю два мотоцикла. Ребята, это джекпот. Два мотоцикла, два в оригинале. Один пробег 16 тысяч. Второго не знаю, не сказали. Какая местность интересная. Представляю, как здесь будет красиво весной. Поздней. Когда все зацветет. Так, такой Минск. Так, какой же тут пробег у нас. Четыре тысячи. Четыре тысячи, если верить. Ну, номер сточки. И на сотки округляйте. Стол, я думаю, вряд ли не пройшел сто тысяч. За сто тысяч, ему уже была бы смерть. Рубы, он то пошел. Цетель я прокопил, вот тут мокрый сюда. Да, и тот кинул его в наш. И тот... Цепь начался подать. Он без номеров ездил, да? За мной охотится половина. Кировоградская область. Так это же есть Кировоградская, да? Нет, у нас Днепропетровский, у нас Днепропетровский. Это вы их когда сюда притянули? Давно уже? Жив, жив. Нет, это 90-го будет. У вас 49-й у тебя нет? Маленький. Хороший, рабочий? Маленький. У меня, по малолетке, был выше 56-й. Я кенту отдал его в мешку дверять, или рама так и стоит. Да, я их сейчас тоже печатаю. И как внутри, как его. Да, ну, бля, там мертвый, по 56-й. Одна рама, бля. Нет, давай так. По центру вернемся. Так, притянули рамы коляски. Сейчас будем пытаться его заложить. Ну, болт. Карданный, может, карданный? Нет, там болт заржавел просто. Давай втелить. А я еще и в порядке не взял. Все доброе, договорились. Все доброе, договорились. Ага. Ага. Тебе тут... Должен сюда, щось... Куда-куда? А так положить щось? Да, чтобы она не давила. Сейчас сделаем. Ну что, мотоциклы на месте. Погрузили дружненько. Вот таким образом. Поставили резину. Два мотоцикла влезло. Даже с рамой коляски крыло уже положил в багажник. Так что вот так вот мотоциклы едут. Другое место жительства. Так. Солнце. Еще, в принципе, нормально. Высоко встал. Надо подкрепиться. Сальцо. Домашнее. Подкреплюсь. И опять в путь. Так. Ну вот. Сейчас я хочу еще. Надеюсь, не повезет. Я застану людей. Там я знаю. У них точно есть. Или 49. Ну, по крайней мере, он... Полгода назад он там еще был. Поэтому пожелайте мне удачи. Сколько он уже у вас годит? Сколько он уже у вас годит? У-у-у-у-у. Такой 49. Б. Б. Буква Б. Ну, да. Тут уже он, конечно, вареный и перевареный. Так, утро следующего дня. И сейчас я займусь разгрузкой вчерашних покупок. Все нормально. Доехало. Увязали. Хлопцы хорошо. Видно, что знают. Не на сантиметр он никуда... Они никуда не пошатнулись даже. Поэтому вот так вот. Безумно интересно уже на них посмотреть. Не в попыхах, как вчера. Поэтому буду приступать. И... 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 видно какой-то месяц 12 то есть зажигание даже одно еще стоит но если верить опять же этому спидометру я думаю тоже он верно то видите 818 тысяч пробег я думаю это его реальный пробег он всю жизнь был в одних руках у дедушки с нуля его брали поэтому состояние неплохое коляску правда жалко выбросили уже дедушка когда умер на улицу и она там сгнила осталось только рама и заднее крыло ну на этом все подробный обзор уже будет следующим видео надеюсь вам это понравилось видео всем пока